Как сказал мне один очень мудрый человек, здоровье имеет накопительный эффект. То, что ты вот накапливаешь, допустим, свое семя в течение 7 дней, 14 дней, 3 недель, и потом, что происходит далее, ты срываешься. Но что же провоцирует твой срыв? Почему ты не можешь просто воздерживаться? Почему это кажется тебе таким сложным? Почему ты смотришь эти видосы, продолжаешь меня смотреть? Подписывайся на мой канал, если можешь просто забить на эту привычку пагубную, и жить своей жизнью. Я знаю, некоторые на меня подписаны, чтобы просто поддерживать мой канал. Огромное им спасибо. Я перед ними просто склоняю голову. Но я говорю про других людей, которые весь день годами воздерживаются, и ничего у них не получается. То есть они воздерживаются год, два года, три года, и все это время у них жизнь идет от срыва к срыву. То есть они неделю продержались, две недели продержались, и потом они все равно срываются. И чтобы этого не было, надо меньше реагировать на стресс, потому что стресс это причина для срыва. То есть чем больше в тебе стресса, чем больше в тебе негатива, тем больше в тебе шанса того, что ты захочешь это покрыть большим количеством дофамина. Сладким, порнухой, алкоголем, сигаретами и так далее. То есть ты накопил огромное количество стресса, и после этого хочешь это как-то взять и компенсировать большим количеством, как я уже и сказал, дофамина. Чтобы этого не было, надо не реагировать на триггерные ситуации, не реагировать на стресс. Но как же это сделать, если прямо сейчас тебя кто-то трепещет, тебя кто-то дергает за твои рукава и говорит тебе, пореагируй на меня, я твоя стрессовая ситуация, давай сделай что-нибудь. И ты не можешь не реагировать, то есть ты терпишь, 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 но в конце ты взрываешься и у тебя происходит срыв, потому что так ты сбрашиваешь напряжение, сбрашиваешь, фу моя шепелявость, себя ответственность, чтобы уменьшить в себе энергию. Ты в себе уменьшаешь энергию и тем самым у тебя появляется что? У тебя появляется карт-блан, что я сорвался, пацаны, у меня мало энергии, я должен теперь восстанавливаться и мне больше делать ничего не нужно. И все, это твое оправдание, что пацаны, ну я же сорвался на самом деле, мне типа все, больше ничего делать не надо. В то время как, дорогой мой друг, если бы ты не сорвался, у тебя бы не было бы этой самой причины, и ты бы шел бы вперед. А сейчас тебе надо заново считать дни, жалей, чувствовать вину, что вот блин, нафиг я это сделал, зачем я так поступил. Типа вот лучше бы я не сорвался, лучше бы я этого не делал. За одну секунду маленького вот этого вот оргазма мокрого ты сколько всего уже, смотри, приумножил в своей голове. То есть сколько ты начал париться, думать, размышлять, что зачем я это сделал, для чего я сорвался, что мне это в итоге дало. И как я уже сказал, стресс это главная причина срывов на воздержании, потому что если бы не было бы стресса, какая была бы еще причина? Это похоть, конечно же, это желание просто потрахаться. И похоть, она бьет только на начальных этапах воздержания. Но если ты уже более опытный, более одного года в теме воздержания, и неважно сорвался ты или нет, все равно в тебе не должно, в тебе накапливается вернее стресс. То есть у тебя бывают такие вот ситуации, которые могут провоцировать, да, твое негативное вот это вот состояние. И это накапливает кортизол в мышцах, все напряжение, вот это вот накапливается, и ты ходишь весь такой, блин, что бы мне сделать? Еще если ты тренируешься, то кто тренируется, меня поймет. Вы там, типа, железо в зале потягали, либо поподтягивались, потом вы в кортизоле, ваши мышцы все напряжены, и только горячий душ спасает. Но горячий душ провоцирует похоть, поэтому осторожней, с ним надо быть максимально аккуратным. То есть, вернее, не похоть, вы можете сорваться, пока принимаете горячий душ. Но так вот как бы расслабляет человека, поэтому в этом ничего страшного нет. Как-то так, мои дорогие друзья. Огромное спасибо, что посмотрели это видео. Кто не заметил, это вторая попытка записать видос. То есть, здесь я уже более детально разбираю тематику того, что срыв, стресс, причина срывов на воздержании. Спасибо, что досмотрели этот видос до конца. Какая тема вам интересна на следующее видео, напишите, пожалуйста, в комментариях. Для моей тематики моего канала, да, психология, либо же что-нибудь такое, да. Я с радостью прочитаю и начну творить. Ради вас, мои дорогие друзья. Всем удачи и до новых встреч.